сижу в темнице сырой орел молодой не вскормленный ладно все это шутки я на стадионе партизана ну вот она арена партизан построили в 1949 году первый матч здесь сыграли сборной югославии против сборной франции на тот момент эта арена вмещала 55 тысяч зрителей но в 98 федерация уэфа чиновники сказали что это небезопасно и надо уменьшить арену до 38000 стены у стадиона ты конечно отдельный вид искусства вот напоминание что партизан это не только футбол но и баскетбол ну а дальше здесь все что важно знать о партизане кто их друзья кто враги как их называют вот например здесь есть эмблема цска эти два клуба дружат и фанаты их в очень хороших теплых отношениях вот еще здесь очень много на на сербском есть даже пиратские знаки там череп и клинки а может не пиратской там череп и кости но очень атмосферно здесь вот это зал для пресс-конференций здесь вы должны начать начаться пресс-конференция роберто бордино и она буквальном смысле находится в школьном зале баскетбольном ну что типа такого вон видите раз кольцо два кольцо но слушайте очень здесь так аутентичненько прикольно как в школе вот кубки награды вот партизан целое общество тяжелый атлетико кольцо за тяжелую атлетику суровые ребята здесь партизан но это круто мне мандаринку спасибо большое а как думаете партизан выиграет завтра вот такой классный дедушка здесь сидит на security мандаринка меня угостил витаминки мне после дороги понадобится надо восстанавливать иммунитет иммунитет немножко подорванный без сна но ничего страшного очень крутой дядька опять же трудности перевода в но мы друг друга подняли и персень его офигенный мы рады вновь быть белограде прекрасное достижение все игры разные общий у них только начало матч всегда начинается со счета 0-0 а дальше как пойдет поэтому узнаем завтра и вот я на большой футбольной арене не как игрок конечно так прогуляться но исключительная возможность вот так вот выпало здесь в белграде и конечно круто представляю что здесь творится когда полный стадион этот стадион неплохой неплохой газон очень хороший я думаю все будет хорошо домой вернемся с викторией сергей вот мирослав сказал что шериф сюда приезжает как к себе домой у вас есть такое ощущение что в белград как дом ну я и в первый раз когда мы играли первую нашу игру здесь лиги чемпионов с леонидом кучком я тоже здесь был на этом стадионе плюс мы незабываемом сезоне познакомились со стадионом церквенной звезды со сборной я был тоже кстати мы здесь играли на этом стадионе поэтому ну да в принципе белград уже родной город кто это садник без головы ли дом кихот ваши версии утренние белград здесь 23 февраля день не выходной все спешат на работу школу ну город потихонечку просыпается что первое бросается в глаза в белграде здесь любят и умеют рисовать на стенах причем разное что-то для красоты что-то несет себе политический подоплек а что-то футбольный футбольный граффити здесь на каждом шагу не только около стадионов церквенной звезды и партизаны но в каждом районе практически за моей спиной легендарная мароккана не бразильская а сербская ну и для нас это знаковый стадион два года назад мы все прекрасно помним что здесь было 11 и потом 21 шериф обыграл церенную звезду а дальше началась сказка он самый преданный фанат церенную звезды церенна 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 сербия нельзя относиться нейтрально к футболу ты должен выбрать сторону даже высокопоставленные лица здесь кому-то принадлежат какому-то цвету вот например нынешний президент сербии вуйчич он за церенную звезду красно-белый вон лига чемпионов вон межконтинентальный кубок вот в такой футболке церенна звезда 29 мая 91 выигрывал лигу чемпионов и вот теперь представляете что чувствуют люди капитаны когда вы так берут и поднимают кубок он очень легкий на этом макет его ли он сейчас развалится вот видите такие фанаты как я его дергали вот до чего додергали но мы его поставим на место чтобы на нас не спихнули все мы ни один кубок лиги чемпионов не поломали ничего не пострадало в 92 втором мир был совсем другой в том числе и футбольный вот церенна звезда лучшая команда в мире потом идет итальянская рома олимпик манчестер на этот барселона вот мадридский реал где-то вообще внизу вот он 10 ну а главное здесь вот 32 команды замыкает гамбург немецкий ну и тут отмечать на ком месте сербский партизан на 93 такой вот тонкий красно-белый троллинг только на подходе к стадиону а уже слышны взрывы гимн партизана и разные кричалки вон много лиги конференций час остается до игры трибуны пока пустые команды появляются на разминку первыми вышел шериф самые ответственные это голкиперы максим коваль дмитрий челядник сергей пащенко который тренер и тренер вратарей два тренера мило болтают интересно на каком языке на сердце амин хао ю ай мокинг тяжело быть здесь когда ты часть команды но не можешь играть но у меня хорошее предчувствие насчет матча вот душа этой игры черная черная шумная шумная наверное это состав шерифа называют что замолчали давайте громче что молчите бу 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 давай желтый давай шериф вы сможете за себя и за амина так не буду в экстазе шериф пропускает первым 1-0 проигрываем так 25 минут играли в принципе полет нормальный да пропустили но потом бодола спина вальти хладнокровненько забил 11 начинаем все сначала задача тоже забить больше на 2 давай помогу окей рикардо дай ребятам футболку пожалуйста рикардо вот как мне нравится вон там табло а табло хорошо вот вот Поехали! 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 Ну что, три минуты! Три минуты отделяют нас от одной восьмой! Мы скоро будем в одной восьмой! Поехали! Одна восьмая лифт конференции! Красавчик, Макс! Спасибо, как обещал! Спасибо, пацаны! Спасибо, как обещал! Выйти на стадион, помять ее своими ботинками, как оказалось, на фарт. Ну а сейчас отдыхать в победной развивалке шерифа. Где-то еще, возможно, как не в Белграде. Было непросто так, что это важная победа, особенно после домашнего поражения. Только шериф, только с победой. Давай! Ну что остается сказать? Спасибо этому дому! А мы поехали дальше, в одно восьмую! Куда хочешь, Никита? В Ниццу! Погнали!